Всем нихалу, друзья! Наконец-то мы дождались ТДМ-турнир. Организаторы Касик и Агрессор Тим призовло 10к рублей. Киберспортсмены, фрагмуверы, тиктокеры и просто хорошие парни в течение 4 дней будут нас радовать супер-играми. Сегодня трилогия, импресса и рефлекта. Супер-игра от Тикси и Юникорна будет жарко, так что дропаем ваши золотанные лайки и полетели на ТДМ-арену. По две игры у бойцов, у кого больше всего килов, в общем, тот и проходит. Первая пара, Бандита и Падла. Все ожидали Якудза, но тот не явился и вместо него будет играть Бандита. Также проблемы с багом у спектатора, не показывает счет онлайн. Поехали! Как я должен был? Бандитом ТДМ-слабо. Здорово, бисай, здорово. Давай модерфу тебя. Нет, Бандита неплохо, да, но... Понятно, что не ТДМ-игрок, но... Очень ровное начало турнира, но у Падла немного лучше залетает. Чатик, давайте дождемся, как пройдет каточка. Все, ровно, и в принципе, тут по минимуму. Очень сильный ТД-эмеров. Тоже привет, Дарьон, тоже здорово. Когда я буду участвовать, я все расскажу, покажу. Бандита не расслабляется и дает отпор. Теперь спортсмена. Исправлять по-любому, ребят. Особенно Упадло отлично залетает с прыжка. Никакой официальности не будет, мы просто будем с вами общаться, флексить спокойно. По итогу Упадло на 5 очков больше, и первую игру выигрывает он. 15-10. Вторая игра. Болгарис просыпается и наяривает сразу. Тоже неплохая пара в конце. Кикзи против Юникорна. Просто без шансов для падла. Падла делает киллы, но все еще отстает. И вторую игру камбэчит бандита. 16-8. И общий счет. 26 бандита и падла 23. Но это по счету. На турнире очень много правил, и судьи вычитывают киллы, если игрок нарушает их. Все результаты будут у меня в телеграме. Ссылка в описании, как только сразу они появятся. Следующая пара. Иванеско и Тринити. Иванеско сразу показывает, что Тринити будет нелегко. Но после нескольких ошибок, Иванеско упускает преимущество. Так еще и пропускает оппонента вперед. Привет, Тринит. Здорово. Тринит, здорово. Тоже тебе кровлич. Почему счет скрыл? Потому что... Уже ровный счет. Иванеско исправляет ошибки. Я не вижу, я не вижу в чате бандоса просто... И вот у нас первый кулак. Но все-таки первую игру берет Тринити. 16-15. Очень ровная игра. Вторую игру Иванеско также начинает резвее. Ровно играют парни, но Иванеско во второй игре лучше залетарь. Тихонечко. Вторая игра. Вторая пара. Опа. Вот кодемеров вообще в мире. Вы сами видите, что тут много кибер-кодлеток. Медийных игроков. Тиктокеры, ютуберы. Дэм Турик среди папок звезд. Можно сказать и так. После 10-ти счета Иванеско как будто подменили и он просто все сдает. Как я вижу в чате, там что-то... Что-то не так происходит. И в итоге счет 22-11 в пользу Тринити, а общий 38-26. По счету проходит Тринити. Летим дальше. Дискрим Бесай. И у нас ровное начало. Ровная игра продолжалась и в середине игры. Бесай немного вырывался вперед и сразу же Дисова догоняет. Убирай ее. Страсти накаляются. Начался небольшой кибербуллинг. Передадим обязательно. Опа. После каток я просто буду показывать и все. Ой-ой-ой-ой-ой. Убисай получается выиграть раунд просто с лоу хп. Все это делается для вас. Чтоб вы кайпанули. Ход продолжился. Но у Дискрима получается вырваться вперед. 20-12 в пользу Диса. Вторая игра. Бесай немного вырывается вперед, но Дискрим сразу же выравнивает игру. В принципе все адекватные люди понимают. Чё тут забило. Ну приступ к критике нет. Во-первых. И вот уже счет 8-8. Первая также была ровной вплоть до 15-го счета. Бесайу нужно держаться. Что он и делает, но этого мало. Уж больно большой отрыв у Диса был в первой катке. 17-16 в пользу Бесая. И общий счет 36-29 в пользу Дискрима. Дальше у нас фрутик Рудер. Рудер врывается и сразу показывает, что залет у него жесткий. Понял. Почему не взяли Вопку? Потому что Вопка играет на айпаде, тут только телефон. Но фрутик не дает отставать. Жестко также прессует. Понял. Ну ты натренировал его так? Получается ты потная? Юникорн, салам. Максимка, иди готовь. Юник, не знаю, как хочешь. Торпнется. Модера тоже у нас на вален. И вот уже фрутик вырывается. Рудер подрасслабился. Получается фрутик просто разогревался в начале, потому что итоговый счет первой катки неприлично высокий. 18-10. Пользу фрутика. Вторая игра продолжалась доминированием фрутика. Рудеру не удается сделать килл вплоть до счета 0-6. Фрутик проводнее, резче. Рудер просто не может угнаться за ним, хотя мы знаем, что в классике он отлично играет. Фрутик удерживает преимущество и с разгромом проходит Рудера. Общий счет 38-22. Следующая пара рыба Питер Свитер, но из-за проблем с интернетом Питер Свитер слил катку и парни доигрывать будут игры вне стрима. Возможно, даже переиграют. А дальше у нас долгожданная дуа. Импресс-рефлект. Импресс, доставай свой обрез. Пристреливается ребята с небольшим преимуществом Импресс. При том, что тут задержка 10 секунд. Касачик. Рефлект тоже не слабый. Начинает приспосабливаться к импрессору и все больше получается дать отпор. Родундаф тогда будет. Тут уже начинают заигрываться ребята. Рефлект, доставай, доставай. Рефлект, доставай, доставай. Первая игра заканчивается с небольшим выигрышем Импресса 14-11. Вторая игра. И рефлект, наверное, разозлился. Быстрее 3 килла. Опа. Импресс немного теряется, играет от приема и не может перестрелять. С рандомным зрителем у меня плохая идея. Согласен, согласен тоже, что это не так интересно будет. Рустого турнира Касси. Блядь, там вообще в конце что было, это жесть. Если так и продолжится, рефлект может камбэчнуть. Импресс понемногу догоняет, осталось совсем немного. И у нас ровный счет. Вот что значит пот, будет третья катка. Не отпускают нас парни, играя на ровном уровне игры. Но через некоторое время Импрессу удается немного выйти в лидеры. И все равно рефлект смотрится достойно, заставляя пятиться Импрессу. Как рефлект не дожимал Импресса, Жан Ардан играет хитрее. Где надо больше зажмет, и где надо увернется. И Импресс вырывает победу в трех катках. Общий счет 44-41. Следующая пара у нас Сенатор Занг. И парни начинают ровно. У Занг немного получается вырваться, но Сенатор не отстает. В середине карты у Сенатора удается вырвать ничью, но ненадолго. И первая катка за Занг 18-13. Летим дальше. И сценарий повторяется. Небольшое преимущество у Занга. Так и продолжилось в середине катки. Сенатор старается, но Занг явно лучше выглядит. И Занг берет уверенную победу с общим счетом 37-23. Следующая очень ожидаемая пара это Тигзи и Юниокор. Летс гоу. Но все-таки пока больше за Тигзи. Будет пушить. Ой-ой-ой, что творит Тигзи? Вы только гляньте, как он пекает. Ой-ой-ой. Просто сухая. 6-0. Юникорн понемногу набирает обороты, но Тигзи все равно сильный. Сейчас еще ни у кого не было. Но дело не в залете даже. Видно, что по скилу он тоже. 90 FPS. Поним, поним, поним. За такие забивчики реально лейкосы не жалко. Это все для вас делается. И вот уже счет сокращается. Юникорну всего лишь нужно было расстреляться, почувствовать Тигзи. Очень интересная катка. На 14 киллах счет сравнялся, но Тигзи удается выйти вперед на 1 килл. Очень душно. 20-19. Вторая катка. Настало время Юникорна. 7-5. Тигзи дает ответку. Очень красиво отыгрывает игру парни. У обоих есть шанс выйти вперед. Не отпускают друг друга. Ноздря в ноздрю идут. Просто нереальная игра. Как такое можно оставить? Юникорн делает последний важный килл и проходит дальше в плюс 1 килл. Общий счет 39 Тигзи и 40 Юникорн. Эта игра достойна лайка. Первый день закончился, друзья. При первой же возможности результаты я выложу в телеге. Ссылка в описании. А так, всем спасибо за просмотр. Удачи. Чао. Продолжение следует... Продолжение следует...